Здравствуйте! Дорогие подписчики, давно у нас не было в эфире, был сезон, всем нужна была садовая техника, но сейчас самое время продолжить наши обзоры. Сегодня хотим вашему вниманию представить культиватор компактного класса для дачников. У нас было много обзоров, посвященных тяжелым мотоблокам, и мы задались вопросом, что делать людям, у которых 5-6 соток, которые хотят что-то сделать своими руками. Данный культиватор как раз для них. Как вы видите, он удобно помещается в багажнике любого автомобиля. Не требует большой физической силы, чтобы с ним управляться. Называется он Кайман Мока. В комплекте культиватора идет колесо транспортировочное и 4 почвы фризы, подвес с каждой стороны. Давайте его соберем и посмотрим на него в собранном виде. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот в таком положении колесо ставится для транспортировки. Когда доедем до грядки, убирается вот сюда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Бензин используют с марки АИ-92 Вообще всей садовой техники в основном Я вот не встречал, у которого бензин АИ-95 То есть нас часто люди спрашивают, какой бензин заливать в садовую технику Будь то газонокосилка, мотоблок, культиватор, триммер Где нужно делать смесь бензина с маслом Везде вы льете 92-й бензин Вообще в инструкции очень хитро будет написано Рекомендуемое артановое число в любой инструкции будет написано так Что ни ниже 87-го, ни выше 95-го Любой сервисный центр будет рекомендовать именно 92-й бензин Что касается масла Если мы культиватор используем только в летний сезон То есть вы не работаете им зимой То есть он у вас не как мотоблок А именно используется как культиватор для работы с землей То заливаете либо минеральное масло, либо полусинтетику Лучше минеральное масло, потому что оно гуще И культиватор сам его жрать не будет Вот, выкручиваем заливную горловину Она же является щупом Она у нас была пустая И обязательно перед каждой заправкой заливаем масло Вообще, как показывает практика Вся наша отечественная техника, которая производится в России Она уже идет целиком проверенная Залитая всеми маслами и готовая к работе Если это будет европейская техника Либо американская техника Либо китайская То они все идут пустые Обязательно перед первым запуском Надо будет проверить уровень масла И залить Ну и в любом случае Обязательно прочитайте инструкцию на русском языке Потому что там много всяких маленьких нюансов Сам мотор у нас на моху установлен 100 кубических сантиметров Максимальная пиковая мощность У него идет 4 лошадиные силы Культиватор оборудован в комплекте 4-мя фрезами Захват у него идет до 60 сантиметров Можно докупить еще дополнительно 2 фрезы И увеличить захват тем самым до 90 сантиметров Максимальная глубина вспашки у такого культиватора Составляет 25 сантиметров Это штык-лопата Естественно, если земля мягкая Он берет с первого раза Если земля целина Либо еще какая-то тяжелая То надо будет проходить 2-3 раза Потому что у культиватора достаточно маленький вес Вот, зажигание мы также еще забыли установить Вот здесь оно у нас болтается Вот, про него мы забыли совсем Оно у нас крепится на ручку Сейчас прикрепим Сейчас закрепим, да То есть мы залили бензин Так масло будет наливать намного удобнее Да, но надо обязательно, чтобы... А, ну заливай А потом мы будем уже выпрямлять Вот, слив масла у этого культиватора Осуществляется здесь же В нижней части картера Ключ на 10 Вообще, все эти двигатели Они по одному и тому же принципу работают То есть перед первым запуском Мы проверяем масло Либо заливаем масло Работаем именно в режиме работы 5 часов работы После чего делаем смену масла Таким образом, культиватор проходит обкатку Только не забывайте Очень многие люди спрашивают Как культиватор обкатывать В режиме работы Или на холостом ходу Культиватор обкатывается Именно в режиме работы Вы когда новый автомобиль покупаете Вы в него садитесь и едете Здесь такая же ситуация Никто, когда купил новый автомобиль Не садится в нем И не сидит его Не греет на холостых оборотах Правильно обкатывать Именно под нагрузкой То есть агрегат должен работать Сам культиватор Обороты можете менять Максимальные, средние Задавать ему То есть не надо обязательно Работать на каких-то Одних постоянных оборотах Вот это в двух словах По обкатке И по обслуживанию Самого культиватора Осталось установить зажигание У этого культиватора Очень маленький вес 28 килограмм Ручка специальной формы Эргономичная сделана Она регулируется Под любой рост человека Также входит влево-вправо То есть вы Рулевую колонку Можете здесь регулировать Под любого оператора Будь то низкий человек Высокий человек Но в основном Такие культиваторы Покупают пожилые люди У кого уже давно Есть участок Участок уже многократно Перепахали Раз 10-20 И в основном Для работы Для паханой земли На грядках И в парниках Сам культиватор Оборудован Четырехтактным мотором Мотор сертифицирован Для продажи В Европе И в Японии Ну что, поехали Сделаем грядку Очень удобно Так, что нужно делать Перед первым запуском Перед первым запуском Обязательно повторяюсь Нужно проверить уровень масла В картере Это раз Залить бензин Это два Дальше Закрыть воздушную заслонку Включить зажигание И начинаем дергать Смотрите Правильно дергать Каким образом надо Все люди Вот этот тросик Его вообще срывают Очень часто Находим слабину сначала Вот где вот начинается И делаем резкий рывок вверх То есть От слабины нашли И делаем уже рывок Культиватор у нас завелся С первого раза Отлично Дальше Перед работой Поднимаем транспортировочное колесо Чтобы оно не мешало И выходим на грядку С verify Продолжение следует Попробуем as как мы видим земля у нас уже многократно была паханая то есть это у нас грядка для такой земли не составляет вот-вот ну просто пух сажать можно что угодно сзади с сошняком вы также можете отрегулировать нужную вам глубину ну хорошо на земле которую мы уже многократно раз перепаханную скажем так мы попробовали давай перейдем на землю которую уже несколько лет не обрабатывалась которая порослят коры корнями и посмотрим возьмет ли он вообще такую землю задача культиватор очень серьезная задача а Субтитры сделал DimaTorzok При работе с тяжелой землей надо в основном отбираться над костюм и давить на рулевую колонку, дабы культиватор от вас не убегал Как мы видим, культиватор может взять Очень круто, очень круто, корни разодрал Просто вообще волоскуты Корни дерет вообще легко Мотора вообще хватает И земля Я думаю, второй проход уже будет намного легче Этот мусор еще повыбрасывать Ну то есть, если вы работаете на грядке, то с первого прохода такой культиватор за глаза совсем справляется Очень круто Если земля не пахана, вот с такими корнями, как мы сейчас видели Вот, то это 2-3 прохода и будет земля как грядка И будет как на той грядке Опять используем полезную пункту задней скорости Ну что, я думаю, культиватор ответил на очень многие вопросы Стоит ли брать или не стоит тяжелую технику Если вы только что купили дачу И там никто ничего не обрабатывал Да, конечно, не как по маслу, не как на той грядке Но зато теперь есть обработанная земля То есть, если у вас там 5-7 грядок Плюс парник, плюс под газон нужно перепахать землю В принципе, не обязательно покупать 100-килограммовый мотоблок Можно обойтись и культиватывать Вот, у меня есть свой культиватор Я этому культиватору ставлю твердую пятерку Он мне очень понравился Я не первый раз с культиватором работаю У меня и мотоблоки были И маленькие культиваторы без задней скорости Были очень большие вопросы к ним К форме сошняка, к мощности, к весу Этот культиватор мне просто вот для дачника Он нравится просто всем Добавлю к Александру На все культиваторы Кайман предоставляют гарантию 5 лет То есть, ни на один культиватор 5-летней гарантии Ни один производитель не дает На культиваторы Кайман в России Представительство которое находится уже 24-25 лет Да, им исполнилось в этом году 25 лет Дает 5-летнюю гарантию Все запчасти, расходные материалы Вы можете купить не только у официального дистрибьютора Но также у нас у дилера Находимся мы по адресу Московская область, Пушкинский район, село Тарасовка Улица Большая Тарасовская, дом 81 Будем рады вас видеть в нашем магазине Ознакомим с полным модельным рядом марки Кайман От маленького культиватора до огромного мотоблока Весом 250 кг Для которого многофункциональная задача не проблема Поэтому приезжайте к нам Модельный ряд у культиваторов Кайман Составляет на сегодняшний день 28 моделей Все они у нас в магазине представлены Большинство из них собрано на витрину Спасибо вам за внимание Приезжайте, до свидания До свидания Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...